Первого комплекса объездной дороги в Нарьинмаре прошла госэкспертизу. Грядут выборы. Испирательная комиссия НАУ зарегистрировала пять из девяти кандидатов депутата Госдумы. С главными событиями к этому часу в студии Оксана Ульяновская. Глава региона Игорь Кошин призывает не только сокращать издержки, но и искать новые источники дохода для бюджета округа. Цитирует губернатора пресс-службы администрации Ниньского округа. В первом полугодии бюджет НАУ не получил доходы в виде прибыльной продукции от Харьягинского СРП. Основной причиной резкого снижения поступлений стала низкая стоимость барреля нефти и затраты инвестора. Доходы региональной казны в первом полугодии составили 4,7 млрд рублей. Расходы 7,1 млрд рублей. Для сравнения, за аналогичный период 2015 года Харьягинский проект по указанному виду доходы принес в казну округа 2,8 млрд. Несмотря на то, что округу удалось снизить объем расходов на 16,4%, этого явно недостаточно. Вместе с оптимизацией расходов я ставлю органам власти еще одну не менее важную задачу – поиск новых источников дохода, подчеркнул глава региона Игорь Кошин. Речь не только о привлечении средств из федерального бюджета, но и о внедрении частного сектора в исполнение государственного задания. Это создаст конкуренцию, которая благотворно скажется на качестве государственных услуг во всех сферах. Глава НАУ также прокомментировал привлеченные регионам займы. В том, что мы имеем государственный долг, нет драмы. Практически все российские субъекты используют механизмы кредитования. Но мы должны направлять привлеченные средства на развитие усиления потенциала экономики, а не просто проедать, сказал глава региона. По данным Минфина, на 1 апреля текущего года только два региона Российской Федерации не имеют государственного долга – Сахалинская область и город Севастополь. Государственный долг Архангельской области составляет 33,5 млрд рублей, Ямала – 37 млрд, Чукотки – 12 млрд. К чрезвычайной ситуации в регионе готовы. В связи со вспышкой сибирской язвы на Ямале, из-за которой погибло более 1200 голов оленей, в Ненецком округе провели заседание чрезвычайной противоэпизотической комиссии. Представители профильных структур доложили о ситуации в округе и мерах, которые будут приняты для недопущения заражения поголовья северных оленей и человека. Основная причина крупного падежа оленей на Ямале – заражение сибирской язвой. По мнению ветеринаров соседнего региона, споры инфекции сохранились с 1941 года. Тогда была зафиксирована последняя эпидемия сибирской язвы. Трупы больных животных не закапывали в специальные скотомогильники, отчего бактерии опасного заболевания остались на поверхности. В поисках корма олени наткнулись на зараженный ягель и заразили друг друга. Падеж прекратился благодаря срочно начатой вакцинации здоровых оленей и лечения больных. По словам начальника госинспекции по ветеринарии Ненецкого округа, в нашем регионе тоже есть риск вспышки инфекции от захоронений больных животных. Однако ежегодно все хозяйства делают вакцинацию от сибирской язвы. Вакцина является самым эффективным и самым верным способом и средством защиты животных от заболевания. И в принципе применение ее это как раз и предупределок в 30-х годах, ну и повлияло на ликвидацию заболеваний на территории округа. Мы ежегодно вакцинируем поголовье. Все в этом году у нас вакцинировано до 90% в плану. Сегодня в резерве ветеринаров имеется 30 тысяч доз противовирусной сыворотки. В случае вспышки инфекции будет закуплена дополнительная партия. Для профилактики эпидемии на территории округа проведут и лабораторные исследования на выявление спор с сибирской язвы. Мы проводим исследования методом бактериологической диагностики. Только бактериология мы на сегодняшний день владеем в отношении данной диагностики сибирской язвы. Плюс на сегодняшний день мы переехали в новые условия труда. Очень хорошие у нас получено санитарно-эпидемиологическое заключение о том, что наши производственные помещения соответствуют санитарным нормам и правилам. И мы можем проводить исследования на наличие возбудителей второй, третий, четвертый групп патогенности и опасности. Результаты исследований будут известны в течение 10 дней. Для подтверждения результатов анализы дополнительно направляются в город Покров – референтный центр исследования Россельхознадзора. Чтобы ускорить процесс выявления инфекции в будущем, Олег Белак предложил заложить в бюджет лаборатории средства на возможность делать молекулярную диагностику. Она позволяет выявить инфекцию в течение одного-двух дней. Сибирская язва опасна и для человека. Как правило, заражение происходит при контактировании с животным. Дополнительная закупка препаратов для лечения людей также будет сделана после введения чрезвычайной ситуации. В случае обнаружения каких-либо признаков заболевания, высыпания на коже, интоксикации, необходимо в срочном порядке обратиться в ближайшее медучреждение. Для населения будут подготовлены специальные памятки. Нужно подготовить некую памятку для руководителей хозяйств, в том числе для глав местных поселений. С четким описанием тех клинических симптомов, которые должны вызывать опасения у оленеводов и у людей. Как по бешенству мы делаем? Ну, как по бешенству, да, делаем. То есть, такое же нужно сделать и по Сибирке. Информационные материалы об опасном заболевании и симптомах проявления болезни раздадут по стойбищам во время празднования Дня оленя. Валентина Чибичик, Антон Водряков, Телеканал «Север». Проект объездной дороги в Нарьинмаре прошел госэкспертизу. Государственная инспекция строительного и жилищного надзора проверила сметную стоимость строительства первого пускового комплекса на предмет достоверности использования средств окружного бюджета. Стоимость проекта первого пускового комплекса объездной дороги в Нарьинмаре детально проверили и выдали положительное заключение. Однако стоимость объекта в ходе проверки существенно снизилась на 556 миллионов 400 тысяч рублей или на 15,8%. Окончательная сметная стоимость первой очереди проекта сегодня составляет 2 миллиарда 961 миллион 700 тысяч рублей. В Госжилстроенадзоре пояснили, что около 200 миллионов сэкономленных рублей приходится на сооружение моста через протоку озера Качгард. Остальная сумма на подъезды к нему и другие участки трассы. Кроме того, специалисты ведомства отметили, что снижение сметной стоимости не повлечет за собой снижение качества материалов. Проект первого пускового комплекса дороги был разработан в прошлом году Петербургским научно-исследовательским институтом СЕФЗАПИНШТЕХНОЛОГИЯ. Предполагается, что трасса будет состоять из трех пусковых комплексов. Первой длиной 1631 метр соединит пересечение улицы Полярная и улицы Первомайская с улицы 60 лет Октября и включает в себя мост через протоку озера Качгард. Ранее заместитель руководителя департамента строительства ЖКХ энергетики и транспорта НАУ Андрей Стручков сообщил, что строительство первого комплекса объездной дороги может начаться уже в следующем году, но при условии привлечения на объект федеральных денег. Избирательная комиссия НАУ зарегистрировала пять из девяти кандидатов депутата Госдумы по одномандатному округу номер 221. Регистрацию прошли кандидаты, выдвинутые от политических партий. Кандидат от Коммунистической партии «Коммунисты России» Алексей Лебедев. Кандидат от ЛДПР Андрей Смыченков. Кандидат от КПРФ Александр Самблин. Кандидат от «Единой России» Сергей Коткин. И Виктор Шустров кандидат от партии «Справедливая Россия». Напомню, выдвижение кандидатов от политических партий в одномандатных округах завершилось в субботу. Еще раньше 13 июля завершился процесс самовыдвижения. Таким образом, избирком НАУ уведомило об участии в выборах девять человек. Помимо пяти уже зарегистрированных партийных кандидатов в избирательную комиссию НАУ поступили документы от Натальи Сулуяновой, кандидата от партии «Родина», а также трех самовыдвиженцев Марии Поляковой, Владимира Кислякова и Максима Малышева. Самовыдвиженцам, в отличие от партийных кандидатов для регистрации, необходимо собрать 3000 подписей избирателей и представить их в избирком до 3 августа. Гонки на оленях у пряжках, прыжки через нарты и метание тензея. В регионе началось празднование главного праздника Дня Оленя. Расширили перечень, выгодные микрозаймы теперь можно взять на покупку транспорта, необходимого для ведения бизнеса. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В автономном округе началось празднование Дня Оленя. Первыми его отметили работники СПК «Рассвет Севера». В хозяйстве прошли традиционные мероприятия главного праздника Тундры. Общее собрание сельхозкооператива с обсуждением итогов работы и награждением лучших производственников. А также гонки на оленях у пряжках и соревнования оленеводов и чумработниц по прыжкам через нарты, тройному национальному прыжку и метанию тензея. Утром из Харьяги к месту празднования вылетел вертолет с подарками. В Харуте он взял на борт ветеранов оленеводства, гостей праздника и руководство СПК. После чего вылетел в стойбище, где прошел праздник. Одним из главных событий для СПК «Рассвет Севера» в 2016 году стала покупка нового модульного убойного пункта. В марте он был установлен в районе Харуты за счет собственных средств хозяйства. Вместе с доставкой убойный пункт обошелся в 4 миллиона 200 тысяч рублей. Сегодня в хозяйстве насчитывается почти 8,5 тысяч оленей. Чествование оленеводов продлится вплоть до 6 августа. Согласно графику полетов на День оленей, вертолеты Нарьинмарского авиаотряда доставят подарки, необходимую провизию для оленеводов, а также гостей праздников в семейно-родовую общину Ямпто, Ненецкую общину Канин, СПК Индиго, Ненецкую аграрно-промышленную компанию, СПК Путь Ильича, СПК Восход, СПК РК Заполярье. Перелеты финансируются за счет средств окружного бюджета. В Ненецком округе началась подготовка к празднованию Дня округа и Дня нефтяника. Органами власти региона совместно с компаниями-недропользователями разработан план праздничных мероприятий, которые пройдут на все территории округа, сообщает пресс-служба администрации региона. Средства на проведение цикла мероприятий, посвященных Дню Ненецкого округа и Дню работников нефтяной и газовой промышленности, выделит Башнефтеполюс в рамках соглашения о социально-экономическом партнерстве с НАУ. Цикл совместных мероприятий включает несколько основных блоков, в их числе массовые гуляния, творческие встречи с ветеранами труда, спортивные и детские мероприятия, выставка нефтяных компаний, работающих в регионе. Кроме того, в праздничные сентябрьские дни организаторы запланировали чествование победителей и призеров декады знаний, новорожденных жителей НАУ, которые появились на свет в День округа и их семей, а также традиционный товарищеский матч по футболу. Главным событием станет большой праздничный концерт с участием звезд российской эстрады, организуемой при финансовой поддержке компании «Лукойл Коми». Еще одно значимое для НАУ событие осени, которое откроет череду праздничных мероприятий – Третий арктический фестиваль классической музыки. Для жителей отдаленных поселений будет организована прямая трансляция церемоний закрытия фестиваля, где его художественный руководитель Дмитрий Коган представит уникальный творческий проект «Времена года». Традиционно фестиваль организуют при финансовой поддержке «Лукойл Коми». Компания уже перечислила средства на организацию мероприятия. Фестиваль пройдет в Нарьинмаре с 15 по 17 сентября. Фонд поддержки предпринимательства расширил перечень целевого представления микрозаймов. Теперь займ можно использовать на приобретение легковых автомобилей, снегоходных транспортных средств, лодок и лодочных моторов в целях ведения бизнеса. Такое решение было принято по результатам анализа обращений от предпринимателей. Система микрофинансирования оказалась востребованной. За время действия этого вида поддержки микрозайм был выдан семи предпринимателям. Подробности в следующем материале. У нас площадь небольшая, но нам хватает пока места. Если будем расширяться, то уж надо строить новый магазин и уже увеличивать ассортимент товара. Построить магазин и расширить ассортимент Павлу Матвееву поможет поддержка фонда предпринимательства. В этом году бизнесмен воспользовался микрозаймом. Взял денежную сумму под залог движимого имущества. Я заложил свой автомобиль личный. Вытянул он только на 750 тысяч. Удобно, потому что процент небольшой 9%. Да, действительно, кто строится под стройки, им дают вообще под 7%. Это тоже здорово, в принципе. Но все равно надо, чтобы были объемы работ, чтобы возвращать обратно. Работы, по словам Павла Васильевича, хватает. С 2007 года бизнесмен, кроме оптово-розничной торговли, занимается установкой сантехнического оборудования. В округе его услуги пользуются спросом. Все официально по договору. Пожалуйста, работа выполнена, распишитесь, получите. А гарантия есть? Конечно, без этого никак. Сейчас у нас гарантия – это одна из основных. Можно, что люди могли спрашивать. Гарантия вот, да, мы здесь живем и работаем. Смысл нам как бы бегать от кого-то? А на сколько максимальная гарантия нет? Даже если мы пишем, прописываем в договоре год, люди все равно обращаются и обращаются. Мы идем и идем, мы никому не отказываем. Не отказывают и таким надежным предпринимателям, как Павел Матвеев в фонде поддержки предпринимательства и предоставления гарантий. Микрозаймов с начала действия программы выдано на сумму более 4 миллионов. В июле этого месяца на очередном заседании Совета фонда было принято решение о расширении перечня целевого использования средств. Обращался ряд предпринимателей с просьбами выдавать микрозаймы на покупку, допустим, лодок, снегоходов, транспортных средств, особенно это пользуются у охранных агентств, у доставщиков, такси и так далее. Ранее это было запрещено. Сейчас это возможно, дабы расширить спектр предпринимателей и расширить количество предпринимателей, которым оказана поддержка государства. Кроме того, изменения коснутся и конечного потребителя. Приобретая автомобиль, снегоход или лодку, предприниматель снизит издержки на транспортные расходы, что в конечном счете позволит снизить цены на реализуемый товар или услугу. С новыми видами и условиями микрозаймов, предоставляемых фондом, можно ознакомиться на сайте Фонда поддержки предпринимательства и предоставления гарантий Ниньского автономного округа по адресу фонд83.ру. Любовь Пермякова, Антон Ведряков, телеканал «Север». И снова «Вверх по Печоре». Наша съемочная группа отправилась в Налиминоз и зашла в гости в местную амбулаторию. Федеральная реклама по цене региональной. Точное попадание в цель. Бесплатный телефон по России. 8 800 100 01 83. «Север» становится ближе. Привлечь молодых, а главное – местных специалистов для работы на селе. Одна из главных задач, которая стоит сегодня перед здравоохранением региона. Без медицинских кадров, врачей, фельдшеров, акушерок, медицинских сестер невозможно существование ни в одном населенном пункте. В Налиминозе, где побывала наша съемочная группа, ситуация с медицинским обслуживанием населения – одна из самых благополучных в регионе. Местный фельдшер Надежда Канева – молодой специалист. Вот уже полгода она пристально следит за здоровьем нельмичан. Вот уже полгода Надежда Канева – молодой медицинский специалист – работает в поселковой амбулатории. Уроженка острова Калгуев отправилась в Нальминоз сразу после учебы. На этот вопрос девушка отвечает без тени сомнения. Работать в населенном пункте ей по душе. Вместе с Надеждой Каневой сегодня в амбулатории работают еще пять медицинских работников – акушерка и медсестры. С января этого года в учреждении вакантна ставка врача. Его в Нальминозе очень ждут. Мы здесь без врача остались. И очень тяжело. То есть приходится совмещать несколько должностей, и заведование, и прием детский нужно вести, и взрослый прием, и на вызовах ходить надо. Работать медицинским специалистом Нальминоза посчастливилось в хороших условиях. Пять лет назад в поселке возвели новое светлое и уютное здание амбулатории с аптечным пунктом. В медицинском учреждении есть все необходимое оборудование. Для населения проводят физиопроцедуры. Частые гости здесь и маленькие нальминчане. В поселке хорошая рождаемость. В этом году у нас уже пока появилось 13 человек, но еще ожидаются в прошлом году тоже 13 человек. А так у нас детей дошкольного возраста 108 человек. То есть у нас очень деток много. Вот. Веду тоже детский прием, как бы, и... Ну, всех уже знаю, всех уже, как бы, люблю. Пока в населенных пунктах региона будут работать такие любящие свое дело и пациентов, медицинские работники, со здоровьем у населения округа все будет в порядке. Ирина Цепетова, Антон Водряков, Телеканал «Север». Футболисты «Зенита» отправились на Крайний Север, чтобы продемонстрировать новую форму. Для этого они поднялись на прирозломную, единственную платформу, которая ведет добычу нефти на российско-арктическом шельфе посреди Баренцева моря. По приглашению компании «Газпромнефть» футболисты «Зенита» вылетели в аэропорт поселка Варандей на побережье Ненинского автономного округа. Оттуда на вертолете игроков доставили на платформу. Нефтяники с прирозломной стали первыми из 15 миллионов болельщиков клуба, кто увидел новую форму. По признанию самих спортсменов, они получили невероятные впечатления на всю жизнь. Увидели, как добывают нефть и прониклись духом дикой северной природы. Вариантов формы два. Гостевая выполнена в ледяных цветах, так дизайнеры обыграли холодный северный климат, а домашнюю оставили традиционный, синий с голубой полоской на спине и названием команды на воротничке. Одежда для спортсменов не просто отражает эстетику севера. Она еще и экологична. Ткань произведена из переработанного полиэстера. Для каждого комплекта было использовано 16 пластиковых бутылок. Уже завтра синие, бело-голубые впервые выйдут на поле в новой форме. На этом пока все. Увидеть новости можно и на нашем сайте. Адрес trksever.ru Далее прогноз погоды.